Здравствуйте! Это «Факты мнения». Мы немного изменили привычный формат общения с нашими гостями. Новые технологии нам в помощь. Карантинные меры вносят свои коррективы. В Краснодарском крае пострадавшие от пандемии бизнесмены могут подать заявки на поддержку. Краевом фонд микрофинансирования начал принимать предварительные заявления от предпринимателей. Структуру докапитализируют средствами регионального бюджета по инициативе губернатора Краева Неймена Кондратьева. Все ли представители предпринимательской сферы проинформированы об этом? Как правильно обратиться за поддержкой? Обо всем этом мы поговорим с Муратом Дударевым, заместителем председателя Краснодарского краевого отделения организации «Опора России». Мурат, я приветствую вас! Здравствуйте! Ну что, «Опора России» обычно занимается тем, что поддерживает МСП в Краснодарском крае. Это ваше такое ключевое направление и как раз сейчас как никогда нужна ваша такая поддержка и ваша, и региональных властей. Как строится ваше сотрудничество сейчас? На какие взаимодействия вы идете, предприниматели и региональные власти, разумеется? Мы как предпринимательское объединение сейчас собираем общее мнение предпринимателей, их пожелания, отзывы, а также мониторим ту информацию, которую они дают, в какой ситуации они оказываются. «Опора России» на федеральном уровне и на краевом уровне взаимодействует с органами власти. В регионе, в Краснодарском крае является членом штаба по устойчивому развитию экономики, которую возглавляет губернатор Краснодарского края, участвует в заседаниях. И недавно, на прошлой неделе, «Опора России» сформировала предложение по применению мер для помощи малому и среднему предпринимательству. Мы это обнародовали и озвучили, в том числе на заседании этого штаба. Среди мер, которые мы предлагаем, являлись налоговые каникулы и налоговые послабления в плане, например, корректировки коэффициента К2 налога на ЕНВД и многие другие мер. Как вы проанализируете вот тот список мер, первые, которые были включены в меры поддержки, насколько они своевременные и то, что нужно сейчас для предпринимателей, которые пострадали? Меры, безусловно, своевременные, введены были оперативно, за что мы, в принципе, и благодатны тем, кто принимал соответствующие решения. Если говорить о фонде микрофинансирования, то сейчас введен специальный займ и ставка по нему является 1% годовых. Денежные средства могут получить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей предприниматели, а те, кто работает в сфере торговли, они получают от 6% годовых. Этот займ, в принципе, способен перекрыть срочные какие-то нужды, оборотку пополнить, в общем, помочь предпринимателям. Еще нас вдохновил такой кредитный продукт от фонда развития промышленности Краснодарского края, как «Первая необходимость» называется. То есть предприниматель в сфере производства может получить денежные средства от 3 миллионов до 30 миллионов рублей под 1% годовых, точно так же на закрытие своих срочных нужд. Поэтому этим продуктом, в принципе, пользуются предприниматели. Вот вчера, например, у нас обратился предприниматель, который в Туапсинском районе занимается производством строительного материала из камня-ракушечника. Ему необходимо около 15 миллионов рублей для того, чтобы закупить дополнительное оборудование и расширить свое производство. То есть, несмотря на ту ситуацию, которая происходит, человек оценивает перспективы своего бизнеса, приходит к поводу о том, что рынок строительных материалов, он будет нуждаться в его продукции, и он сможет его реализовать. Поэтому мы сейчас помогаем ему коммуницировать с фондом развития промышленности и надеемся, что это примет положительный исход для предпринимателей. Ну вот одна из мер, которая предложена предпринимателям в Краснодарском крае, это первоначальные нужды, так скажем. Предлагается займ под совсем маленький процент, но тем не менее, насколько вот именно эта мера на выплату сотрудникам заработной платы или заплатить за аренду помещения, насколько она посильна, да, вот будет ли чем отдавать эти займы, риски здесь предпринимателю? Ну, это, да, интересный вопрос. Предпринимателю, естественно, необходимо заботиться о том, чем ему отдавать денежные средства. Но некоторые предприниматели принимают, например, нестандартные решения. Я вот, например, вчера слышал о том, что один ресторатор выпускает сертификаты на 3-4 тысячи рублей, которые сейчас предлагают к покупке своим клиентам, чтобы, когда пройдут ограничительные меры, они пришли и смогли потратить его на ресторане. Тем самым он накапливает денежные средства. И взяв вот такую меру поддержки от государства, он, ну, может понимать, что у него хватит денежных средств для того, чтобы в последующем бизнес свой перезапустить и возвратить эти заемные средства. Те меры, которые сейчас приняты, они, ну, на мой взгляд, беспрецедентны. Вот приведу конкретный пример. Мы годами предпринимательские сообщества добивались того, чтобы были улучшены условия для заемщиков, которые берут денежные средства в банки, для того, чтобы Центральный банк Российской Федерации позволил немного их либерализировать. И теперь Центральный банк вел льготное кредитование для субъектов малого и среднего предпринимательства. Что это подразумевает? Это упрощение требований к заемщикам. То есть при оценке не учитываются задолженности по налогам и сборам, заработной плате, просрочки по действующим кредитам. Ранее это отсекало большое количество заемщиков, и много предпринимателей не могли получить доступ и к банковским кредитам, и к финансированию со стороны государственных институтов развития. Сейчас же, для меня это приятное удивление, вот эту помощь финансовую может получить большее количество предпринимателей из-за того, что расширили рамки. Поэтому здесь нужно пользоваться этими возможностями. Мурат, из того списка предпринимателей, с кем общается тесно сейчас опора России, есть ли те, кто задает какие-то конкретные уточняющие вопросы по поводу финансовых мер поддержки, которые предоставляют в данный момент краевые власти? Да, конечно. Чат опоры России и социальные сети у нас пополняются вопросами. Вот, например, вчера мы в социальной сети опубликовали видеоконсультацию по получению финансовых мер поддержки. Поступил конкретный вопрос о том, как правильно воспользоваться услугами фонда микрофинансирования с точки зрения полноты документов. То есть изменилось ли требование к полноте документов и к залоговому обеспечению. Мы, в принципе, даем ответы на такие вопросы, оперативно реагируем на них и в чатах, и в социальных сетях. И очень часто люди звонят сами нам на телефон, и мы перезваниваем, уточняем, какие у них есть вопросы, сложности, трудности, и консультируем. Вот условия получения этой финансовой поддержки от краевых властей, насколько они просты? Вот вы говорили об упрощении, да, процедуры? Да, конечно, упрощается процедура. Вот я ранее сказал о том, что теперь не будут учитываться ранее имевшие место быть неприятности кредитной истории или задолженности по заработной плате или налогам. И заемщику легче будет получить денежные средства, потому что фонд микрофинансирования и те должностные лица, которые за это отвечают, они более лояльно подходят к человеку. Ну вот сейчас в тесной связке, сотрудничестве с региональными властями вы пытаетесь рассказать через соцсети, ваша страничка. Я видела, как вы проводите и прямые эфиры с предпринимателями. Есть обратная связь, какие-то положительные уже отзывы от людей, которые будут пользоваться этими мирами и уже пользуются? Безусловно, люди будут пользоваться. Они сейчас впитывают как губка ту информацию, получают от нас ответы на уточняющие вопросы. И, естественно, они начали уже обращаться в кредитные организации, в фонды, в институты развития бизнеса. И многие из них эту помощь получат. Сейчас все находится в процессе. И рассчитываю, что к концу ограничительных мер многие предприниматели закроют уже свои какие-то дыры, которые образовались в результате вынужденного простоя. Мы уже будем помогать им по мере наших возможностей. Далее как-то развиться. Я думаю, что вы общаетесь с коллегами из других регионов. Такие же там условия для предпринимателей сейчас? Или можно Кубань привести в пример как одного из первых, кто начал спасать бизнес вот такими мерами? Ну, конечно же, Кубань оперативно отреагировала на нужды и запросы предпринимателей и на ту ситуацию, которая есть. Но на федеральном уровне пытаются унифицировать во всех субъектах федерации меры поддержки путем того, что Центральный банк Российской Федерации рекомендует всем кредитным организациям, кредитным потребительским кооперативам, фондам микрофинансирования применять приблизительно одни и те же меры поддержки. Наверное, завершающий какой-то этап нашего с вами разговора. Вы же в Общественной палате Кубани, заместитель председателя комиссии по вопросам как раз экономики, промышленного и поддержки малого-среднего бизнеса. Что на уровне Общественной палаты? Будут какие-то выводы сделаны? Что будет предприниматься? Общественная палата Краснодарского края уже принимает определенные меры. Вот, например, палата поддержала позицию опоры России во время заседания штаба по устойчивому развитию экономики Краснодарского края, высказала аналогичную позицию. Плюс я бы еще хотел предложить следующее нововведение. Вот столкнулся с тем, что к нам обратился субъект предпринимательства из города Анапы, который занимается производством хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, и мы перенаправили его на Фонд развития промышленности. Однако на сегодняшний день, к сожалению, не кредитуется Фондом развития промышленности именно пищевое производство. Поэтому я буду выходить с просьбой к Общественной палате, к своим коллегам, чтобы они поддержали меня в той части, что необходимо допустить еще производственников в сфере пищевой сферы до получения таких же мер поддержки. Благодарю вас, Мурат, за то, что пояснили, как сейчас идет взаимодействие региональной власти, Организации опоры России и, собственно, главных участников бизнес-сообщества Краснодарского края. В программе «Факты и мнения» был Мурат Дударев, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Организации опоры России. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok